Здравствуйте! Я собираюсь рассказать вам про аналитическую комбинаторику, науку, которой я занимаюсь последние три года аспирантуре и еще один год сверх того. Это мое домашнее задание по курсу психологии и педагогики. И я решил, что это хорошая возможность также рассказать и другим людям о том, чем я, собственно, сейчас занимаюсь, потому что чаще всего я рассказываю это в основном своим коллегам и тем, кто непосредственно занимается тем же, что и я, либо людям из других областей, с которыми мы хотели бы сотрудничать. И часто мы очень много обсуждаем разные детали, конкретно самой науки, но редко вдаемся в объяснение того, что это вообще за наука, чем мы занимаемся для людей, которые не вовлечены в научную деятельность. Я хотел начать с небольшого введения. В качестве введения я собираюсь рассказать историю про ахиллы и черепаху, потому что это довольно известный парадокс из философии. И, несмотря на его кажущуюся простоту, он содержит в себе довольно много интересных идей для размышлений. Напомню, о чем идет речь. У нас есть два персонажа. Это ахилл и черепаха. И они играют в такую игру. Ахилл должен догнать черепаху и перегнать ее. То есть он будет двигаться, допустим, вправо, если смотреть по направлению доски. И между ахиллом и черепахой есть некое расстояние. Скажем, один. Физики любят давать единицы измерения, допустим, один метр. В математике это может быть просто единица. Кроме того, ахилл и черепаха двигаются с разной скоростью. Ахилл это древнегреческий спортсмен и воин, поэтому наверняка он должен двигаться быстрее черепахи. Но так как это математическая модель, философский парадокс, мы будем считать, что ахилл и черепаха двигаются с постоянными скоростями. Давайте рассмотрим для простатых случаев, когда скорость движения ахилла в два раза больше скорости движения черепахи. Когда черепаха преодолевает одну единицу, ахилл преодолевает вверх. Тогда, в момент, когда ахилл достигнет точки, в которой черепаха стояла изначально, черепаха продвинется на какое-то расстояние. Собственно, равная половине от изначального вот этого расстояния. После того, как ахилл встанет на то место, в котором черепаха стояла мгновение назад, она произойдет еще некоторое расстояние. И каждый раз, когда ахилл оказывается в том месте, где только что стояла черепаха, черепаха продвигается еще немного. Если бы мы попробовали посчитать суммарное расстояние, которое преодолел ахилл, то в первую единицу времени он преодолел бы один метр. Потом, в момент, когда он преодолел один метр, черепаха преодолела полметра. Дальше, когда он преодолел еще полметра, черепаха преодолела в два раза меньше, одну четвертую метра. И чтобы посчитать все расстояние, которое преодолел ахилл за время, пока он не догонит черепаху, мы должны сложить одну вторую, одну четвертую, одну восьмую и так далее до бесконечности. Суть парадокса, который упоминается как философский парадокс, слово парадокс можно в принципе взять в кавычки, относится к тому, что число членов этой суммы, оно бесконечно. Но мы знаем из физики, что если черепаха пробежит один метр, а ахилл пробежит два, то они встретятся. И значит суммарное расстояние, которое преодолеет ахилл, это два метра. А что если ахилл движется не в два раза быстрее, а в х раз быстрее, чем черепаха? Или в три, или в одну треть? Давайте обозначим х в отношении скоростей черепахи и ахилла. Пусть в то время как ахилл преодолевает один метр, а черепаха преодолевает х метров. Потом, в каком преодолел х метров, а черепаха преодолела х квадратных метров. и так далее. И если мы рассмотрим такие соотношения скоростей, то возникает вопрос, какое расстояние должен преодолеть ахилл, чтобы встретиться с черепаху, если отношение между их скоростями равна х. такие суммы называются суммами геометрической прогрессии. Геометрическая прогрессия – это когда каждый следующий член умножается на одно и то же число в каждый раз. То есть, здесь каждый следующий член умножается на х. И сумма геометрической прогрессии тоже – это довольно известный объект из математики. Здесь сумма бесконечного ряда выражается как 1 делить на 1 минус х. Действительно, мы можем это доказать, если нужно, перемножив, домножив обе части равенства на знаменатель. Например, если бы х был равен 1 второй, то что бы мы получили? Мы получили с правой части короткое такое выражение 1 делить на 1 минус 1 второй. Это равняется 2. то есть, он догонит ее раньше, чем не через 2 метра, а через 1,5 метра. Казалось бы, это такая простая физическая вещь, но что произойдет, если я разрешу черепахе бежать быстрее Ахиллеса, дав ей фору? Если я скажу, пусть черепаха бежит в 2 раза быстрее, чем Ахиллеса, и ясно, что он ее никогда не догонит, потому что с такой трубочерепахой, конечно, жизнь была бы сложна. И в целом, если бы мы посчитали расстояние, которое преодолеет Ахиллес, пока он будет ее догонять, нам нужно было бы сложить 1 метр, пока он не станет в том же месте, где была черепаха изначально, потом еще 2 метра, потом еще 4 метра и так далее. Это было бы равно бесконечности. Он бы никогда ее не догнал. С другой стороны, подставляя х равно 2 в правую часть, мы получили бы 1 делить на 1-2, что равно минус 1. то есть здесь возникает самый настоящий парадокс. Мы берем бесконечную сумму и, ожидая, что она будет равна бесконечности, мы получаем потрясательное число. Почему так? На самом деле, как часто бывает в физике, бесконечные суммы, которые равны отрицательному числу, имеют вполне понятную физическую интерпретацию. Ведь если черепаха бежит в 2 раза быстрее, чем ахилл, то в какой момент они встретятся? Если ахилл стоит слева, а черепаха стоит справа, и они убегут вправо. Черепаха в 2 раза быстрее. Когда они встретятся? И видя, что ответ отрицательный, мы могли бы предположить, что они начали бежать когда-то раньше. И то, что мы сейчас наблюдаем, это какая-то картина во времени. То есть, что гонка стартовала довольно давно. Если бы мы отмотали время немножко назад, мы поняли, что когда ахилл преодолел минус 1 метр, то черепаха бы за это время преодолела минус 2 метра. И если бы мы позволили бежать с той же скоростью назад во времени, то ахилл и черепаха бы встретились. Значит, минус 1 это тот результат, который мы бы получили, отмотав время назад. А с другой стороны, 1, плюс 2, плюс 4 и бесконечная сумма это то вычисление, которое мы бы пытались получить ответ на эту задачу, пытаясь решать ее другим неправильным способом, отматывая время вперед. и оба эти способа дают один и тот же ответ. Вообще, геометрические прогрессии сейчас это такой простой математический объект, который применяется вообще везде. Это вклады, банки, проценты. Просто-напросто, когда мы кладем деньги в банки, каждый раз получаем какой-то небольшой процент от них, наше состояние через несколько лет будет возрастать в геометрической прогрессии, пусть с очень маленьким знаменателем, и с близким к единице. А также эпидемии. Потому что тоже видим, что когда любой вирус появляется в популяции, то число людей, которые заразятся через кайдзин из времени, оно растет тоже как геометрическая прогрессия. Следующая часть касается не математического аспекта, а скорее психологического. Назовем это экстернализованные и интернализованные цели. Эту идею я позаимствовал у музыканта-инженера Мартина Молина, который в настоящий момент занимается строительством шариковой музыкальной машины, и которая каждую неделю рассказывает о своем прогрессе. Одна из вещей, которые он рассказал, это была теория, которая помогает ему разобраться в причинах своего отношения к своим успехам и неудачам. Если попытаться это немножко обобщить, то можно пытаться смотреть на экстернализованные и интернализованные цели в науке. Приведу пример. Пример экстернализованные, то есть внешней цели. Я не уверен, что это очень правильный перевод. Я использую термины externalized и internalized, но не придумал, как их перевести на русский недословно. Externalized она лежит вовне, и internalized она лежит внутри. Пример экстернализованной цели. Он приводил пример теннисиста, который играет матч и ставит целью выиграть в этом матче. Победить оппонента. Это является экстернализованной целью, потому что победа в теннисном турнире, она зависит от обстоятельств. По-многому, а не только от самого теннисиста. Претоположный пример. Интернализованные цели в том же теннисном матче это попытаться приложить все силы и сосредоточиться на игре и выдать лучшую игру. что уже чуть меньше зависит от обстоятельств. И когда люди ставят себе цели, кроме того, чтобы разбивать их на какие-то более мелкие куски, сказать, что решать сразу большую задачу это бесполезно, потому что, точнее, что бы мы ни делали каждый день, если мы ставим себе большую цель, почти никогда мы ее не выполняем. Если я ставлю себе целью написать статью, то каждый день проходят и статья не появляется. Вместе с тем, если я разбиваю эту большую цель на маленькие цели, то мне проще их выполнять. Но, тем не менее, эти маленькие цели они имеют экстернализованный характер. Давайте попробуем посмотреть еще один пример. Я хочу взять интеграл. Взять интеграл — это маленькая подзадача какой-то большой задачи. И когда я ставлю себе такую цель, то обстоятельства могут помешать мне это сделать. Под обстоятельствами я веду некие препятствия математического характера, которых я не мог предвидеть, когда я ставил себе эту задачу. Бывают очень просто выглядящие задачи, над которыми люди думают много. И взять интеграл за один день — это задача экстернализованного характера. Попробую привести пример еще один экстернализованной цели. Изобрести вакцину от коронавируса. Потому что никто не знает, на самом деле, из исследователей, какие могут быть препятствия, то, что может не позволить им это сделать за короткий срок. Обычно исследователь, он может пробовать какие-то вещи, и после того, как он их попробует, он знает, что они либо работают, либо нет. И нужно перепробовать много вещей, пока не найдется правильный ответ. Может быть, пример такой более перинтурный лайст — это, ну, скажем, вот я сейчас пробую зачитать со своей шпаргалки, узнать, насколько хорошо связывается ангиотензин, превращающий фермент 2, с пенелоприлом. Собственно, ПФ2 — это некий фермент, который есть в предках человека, и который, как вроде как, поняли люди, имеет тенденцию связываться с коронавирусом. А ангелоприл блокирует, то есть связывается заранее с этим ферментом, и связывание с этим ферментом предотвращает заражение. И, например, более такой разбитой задачей, как бы, интернализированной, это проверить, насколько хорошо одно блокирует другое. Но это всё ещё не совсем относится к тому, чем я занимаюсь, потому что я не биолог, я математик. Моя область — это аналитическая комбинаторика и теориграфов. И то, и другое лежит в области фундаментальных исследований. То есть, конкретно я не работаю с коммерческими приложениями, я не работаю с индустрией, а я вместе со своими другими коллегами разрабатываю методы. Собственно, методы, которые позволяют анализировать более простые объекты, которые мы не видим в реальной жизни. тем не менее, оказывается так, что эти методы потом позволяют взять какие-то модели и применить к ним эти методы. и то, что получается в результате, мы называем приложением. Но, как я уже говорил, мы не работаем с коммерческими приложениями, поэтому лично я пока что знаю очень мало про то, как на самом деле применяется наша наука к приложениям, и тем не менее, я всегда стараюсь про это чуть больше разузнать и показать, может быть, путь, к которому можно прийти от методов к приложению. И на самом деле, когда мы говорим приложение, это может означать вообще не то, что все думают. Потому что, что такое приложение? Есть какая-то пирамида, потому что есть, скажем так, приложение одно власти в другой. Допустим, аналитическая комбинатория каких-то теорий графов. аналитической комбинаторики к теории графов. И мы сказали, что мы нашли приложение, потому что мы используем одни методы, чтобы изучать другие объекты, уже не из нашей области. Но теория графов может иметь приложение в другой области, например, в социологии или в биологии. И вообще теория графов применяется где угодно. Но это может быть тоже некая промежуточная область, которая будет иметь приложение в каких-то других областях. И поэтому, когда люди спрашивают про настоящее приложение или хотя бы про коммерциализированные приложения, на которых можно зарабатывать деньги, то нужно иметь в виду, что это такой путь, длинно, это как построить дом или построить лодку, на которой мы хотим переплыть океан. И в то время, как мы довольно-таки сильно фокусируемся на том, что происходит здесь внизу, и, можно сказать, копаемся в этой земле, решаем все эти уравнения, и нам это очень нравится. Поэтому, чем дальше это расположено от наших непосредственных приложений, тем сложнее это объяснить или понять. И проблема заключается в том, что, когда мы говорим про приложение, мы имеем в виду самый первый слой вот этой всей пирамиды. Приложение аналитической комбинаторики. Но я попробую немножко рассказать про вещи, которые можно ожидать на вершине пирамиды или, как сказать, вершине. Ясно, что можно пытаться продолжать эту спочку бесконечно и использовать одни вещи, чтобы переделывать ее к другим. Но это то, что мы считаем экстернализованными целями. То есть, пример, допустим, это программирование свободных от ошибок. Программирование свободных от ошибок это некий компилятор, который позволяет автоматически проверять корректность доказательства теорем. И программа играет роль доказательств этих теорем. Так, например, парижское метро, пример, который очень любят приводить, линия 1 и линия 14, они используют автоматизированную схему управления поездами, ядро которой было формально доказано в системе построения доказательств, в системе КОК. Еще два примера, например, симуляция поведения белков в растворе. Белки могут играть роль каких-то... Мы можем моделировать их вершинами, которые связываются с другими вершинами, брать вероятность связывания как один из параметров и смотреть на конфигурацию полученной связи. Либо перечисление различных белков, описание этого разнообразия и взаимодействия. И еще один пример это генеративное искусство, то есть случайная генерация музыки в первую очередь и построение такой модели случайной музыки, которую человек мог бы слушать и получать от него удовольствие. В реальности задачи, которые мы решаем, они, конечно, звучат совсем не так. Они звучат более как бы по-школьному. Задачи, которые мы решаем, вот три примера. например 1. В классе есть n человек, я расскажу, 3n человек. Точечки – это люди. Я нарисовал здесь 9 точек, пусть число людей делятся на 3. Задача, которую мы можем ставить, это сколькими способами, сколькими различными способами мы можем их распределить в 3 аудитории по n человеку. То есть выразить для каждого n, найти число способов как количество. Например, если есть аудитория номер 1, 2 и 3. Если всего 3 ученика в классе, то сколько способов есть их распределить? Ну, можем 1 ученика поставить в 1 класс, 2 во 2, а 3 в 3. Можем 1 ученика поставить во 2 класс, 2 в 1 класс, а 3 в 3. И так у нас получается 6 способов. Если, скажем, учеников уже 6, и у нас есть еще 4, 5 и 6, 4, 5 и 6, можно сказать, 1 и 2 в 1 кабинет, 3 и 4, 3 и 5 в 2, 6 и 4 в 3. И так у нас получается, я сейчас посчитаю в уме, это сколько способов? 6 факториал делить на 2 факториал в квадрате, это надо разделить на 8. Разделение всех чисел от 1 до 6. Это будет 3 умножить на 5 умножить на 6. Это будет... 5 на 6 это 30. 90 способов. Конечно, если бы я писал это все на доске, у меня бы не хватило места. И чем быстрее растет R, тем больше способов у нас есть. Это... Я пока не говорю, зачем это все нужно, я просто привожу примеры задач, которые могут возникнуть. Еще один тип задачи, который может возникнуть, это... У нас есть N точек и N отрезков. Можно сказать, что точки символизируют, опять же, учеников класса, а отрезки символизируют дружеские отношения. И мы берем N точек. Они все разные, потому что у учеников всех есть имена. И мы проводим случайным образом между этими N точками M отрезков. И мы видим, что ученики могут разбиваться в такие группы поинтересно, что это называется связанные компоненты, что вот эти вот ребята между собой дружат, но они не знают или знакомство, они не знают никого из вот этой части. И вопрос звучит так. Какого размера будет в среднем? Будет наибольшая компонента, наибольшая группа. В среднем это значит, что мы должны взять все возможные комбинации из N точек M отрезков. Для каждой такой комбинации посчитать, какого размера группа, и потом посчитать среднее арифметическое. И это еще называется матожидание в теории вероятности. Третий пример это задача в духе у нас есть квадратик размера, допустим, 4 на 4 или N на N. У нас есть доминошки. И мы хотим замостить этот квадратик доминошками. Вот здесь нарисовано одно из таких замощений. задача написать программу или что, то же самое придумать с алгоритмом, которое выдаст одно из таких замощений равномерно-случайно. Потому что, когда человек рисует такие замощения, он не делает это равномерно-случайно. Он имеет тенденцию одни замощения рисовать чаще, чем другие. Но если мы их нарисуем все, сколько бы их там ни было, и выберем одно из них случайно. Это вот написать программу, которая это делает быстро. Потому что число таких замощений для больших N это может быть очень-очень большое число. Если N это, допустим, 20, то число таких замощений это может быть какое-нибудь 15-значное число. и несмотря на то, что наш компьютер уже очень быстрый, он не может сделать столько операций за являющее обозримое число лет. И поэтому прибирать все такие замощения на компьютере это плохая идея. И мы хотим задача это придумать программу, которая делала бы это быстро. что тут сказать? На самом деле все, что я сейчас рассказал, вот эти точки, отрезки и замощения это тоже то, что мы называем приложениями. То есть на самом деле мы занимаемся совершенно другим. А мы любим решать уравнения и считать интегралы. Мы очень любим интегралы. и уравнения. Чтобы по-настоящему понять то, чем мы занимаемся, я приведу еще один пример. И возможно многие слышали про такого математика Срениваса Романоджан, который жил примерно в 1890-1920-м, может быть чуть раньше он родился в 1886-м. И он прожил всего лишь 34 года, но за эти 34 года он открыл столько разных закономерностей, методов приходили в голову людям и которые до сих пор пытаются доказать некоторые вещи из того, что он делал. Потому что Романоджан, не будучи воспитанным в классической традиции математики, он просто писал утверждения из головы. Он писал какие-то симпатические разложения, и когда его просили показать, откуда он взял эти разложения, он говорил, что их прислала ему богиня на Магире в его видениях. И в 1900, если не ошибаюсь, в 1974 году другой математик Джордж Эндрюс обнаружил одну из цитратов. Потому что уже при жизни Романоджан опубликовал много разных результатов со своими английскими коллегами. Но Романоджан, будучи больным в последний год своей жизни, он болел то ли туберкулезом, то ли еще чем-то. И он понимал, что, возможно, он не сможет выздороветь. И он просто писал утверждения, он писал теоремы без доказательств. И он писал их каждый день, много штук. И он написал целую тетрадь. Тетрадь это, по-моему, 700 или 650 страниц, просто исписанных утверждениями, новыми закономерностями, которых раньше никто не знал. И эта тетрадь, она затерялась. И в 1974 году Джош Эбдерс ее нашел. Это называется «Потерянная тетрадь Романа Джанна». И после этого они опубликовали уже с доказательствами, они потом искали доказательства и нашли их в серии из четырех таких больших монографий. Это удивительно. Они опубликовали четвертый том буквально в 2013 году, то есть пока они систематизировали эту работу четыре тома с 2005 по 2013 год. И многое из того, что мы делаем, закономерности, которые мы открываем, они... Я думаю, что Роману Роман Джану они бы очень понравились. И я попробую привести такой не очень простой, но уже математически интересный пример. Ведь, как я уже говорил, мы хотим изучать такую... Мы сейчас смотрим скорее с такой интернализованной позиции. И для меня сама по себе математика она не требует... Она не требует оправдания. Я не думаю, что то, что я изучаю, оно должно иметь приложение. Я знаю, что они там есть. Просто когда я вижу то, что там происходит, вот эти все процессы, вот эти закономерности, они являются настолько правильными сами по себе, что они достойны изучения просто потому, что они есть. А не потому, что кто-то сможет оптимизировать на продажах одежды в интернет-магазине. Тричный пример с продажами этого. Можно по-разному смотреть. Есть, конечно, коммерческие приложения очень даже полезные для человечества. Вот одна из таких простых задачек. Есть карты. Карты с номерами от 1 до 1. У нас есть стол, мы хотим разложить эти карты на столе. Но мы не обязательно хотим их в том же порядке разложить. Мы можем начать с карты номер 3, потом 5, 4. И вопрос сколько способов разложить карты на столе. Это довольно классическая задача из школьного курса комменторики. И я напомню какой же там ответ. Потому что очень быстро все станет гораздо сложнее. чтобы разложить карты на столе. Ну вот, например, у нас n равно 5. На минус карты 1, 2, 3, 4, 5. Я могу разложить четвертую карту, потом первую. И разложить в ряд. То есть я хочу разложить их подряд слева направо. Горизонтально. Я могу положить четвертую, первую карту, вторую, третью и пятую. И вот один из таких способов. Могу положить их подряд в том же порядке, в котором они изначально лежали. 1, 2, 3, 4, 5. И чтобы считать это число способов, я говорю, что первую карту, карту с номером 1, точнее не так, на первую позицию, на первую позицию, я могу положить одну из пяти карт. При этом, когда я уберу эту карту, у меня останется уже четыре. И на вторую позицию я могу положить одну из четырех оставшихся. То есть четыре способы. На третью позицию одну из трех оставшихся. И так далее. И общее число способов это будет на первую позицию положить пять, на вторую независимо от первой я могу положить всегда есть четыре способа. Это могут быть разные карты, но их всегда четыре. На третью три, на следующую два, на следующий один. Мы получаем 120 способов. Такое вот произведение чисел от одного до N называется N-факториал. Пишется как N-факториал. Это произведение всех чисел от одного до N. И здесь тоже есть такая закономерность рост. Когда N это очень большое число, то N-факториал начинает расти очень быстро и уже не влазит в память компьютера. Не сама запись числа, а если мы все эти комбинации пытались записать в память компьютера, то для N уже равно 20 все вот эти расстановки карт уже не вылезают в память компьютера. Пример с зигзагообразными присновками звучит так. У меня все еще есть набор карт, но я хочу разложить их так, чтобы первая карта была меньше по номеру, чем вторая. Вторая больше по номеру, чем третья. Третья опять меньше по номеру, чем четвертый и так далее. Ну, например, у нас 9 карт и на первое место я кладу карту с номером 4, потом чтобы она была больше, я кладу карту с номером 8, соответственно следующая карта с номером 6, и например дальше карта с номером 5, то есть 4 меньше, чем 8, 8 больше, чем 6, 6 меньше, чем 7, 7 больше, чем 5, потом 9, потом 1, потом 3, потом 2. Сколько способов разложить карты так, чтобы номера чередовались по возрастанию и убыванию? и если мы начнем выписывать таблицу с тем, сколько способов существует это сделать, то мы поймем, что нету явной формулы такой же красивой, как и в предыдущей задаче, то есть можем на компьютере считать все равно, понять, что будет один способ для одной карты, для двух карт будет уже два способа, для трех карты. Давайте будем смотреть только на нечетное число карты, чтобы у нас всегда последняя карта была меньше, чем предпоследняя. Два способа, потом для пяти карт их будет 16, для семи карт их будет 272, откуда я беру эти числа, я просто подглядел, потом будет для девяти карт 7936, и потом для одиннадцати карт это будет 353 1792, и так далее. Что это за числа? Вообще, когда люди спрашивают похожие перечитительные задачи, они берут эти последовательности и берут первые несколько членов этой последовательности и составляют так называемые энциклопедии последовательности. но эти числа должны быть целыми, то есть называется энциклопедия целочисленных последовательностей, чтобы их можно было хранить на компьютере. Энциклопедия лежит в интернете, поэтому называется онлайн энциклопедия целочисленных последовательностей, по-английски онлайн энциклопедия of integer sequences. И оказалось, что эти же числа встречаются уже в этой энциклопедии, но они из абсолютно другого источника. То есть чуть позже оказалось, что они встречаются в коэффициентах разложения тангенса. Тангенс это тригонометрическая функция, которая тоже проходит в школе. Мы отмеряем угол. У нас есть декартовая система координат. Мы отмеряем угол. И смотрим, допустим, отрезок длиной один и опускаем перпендикуляр и смотрим на этот прямоугольный треугольник. У нас есть то, что называется синус и то, что называется косинус. Давайте угол будет равен х. Не в градусах, а в этих радианах. То есть доля от всей окружности. Например, х равно 2π это вся окружность. х равно π это будет половина окружности, π половина это четверть окружности. И вот эти две стороны треугольника называются просто синус х и косинус х. тангенс х это отношение между вот этим катетом и вот этим катетом. Потому что так как тригонометрические функции очень важны для инженеров, людей, которые работают в архитектуре и вообще во многих областях, люди задают такой простой вопрос, как посчитать тангенс на компьютере? Ну, кажется, ничего сложного, да, нужно нарисовать какую-нибудь сеточку, потом провести там какие-то диагоналики, там что-то поделить, посчитать, но это так не работает. На самом деле посчитать тангенс на компьютере это такая непростая задача, и для того, чтобы его посчитать, нужны снова бесконечные суммы, такие же, как мы видели в примере про Ахиллеса черепаху. Вот, а на самом деле люди пользуются следующей формулой. Тангенс икс они представляют в виде бесконечной суммы. Сначала идет просто икс, потом идет 2х в кубе разделить на 3 факториал. Факториал, я уже сказал, что такое. Потом 16 икс пятый на 5 факториал. Потом будет 272 икс седьмой на 7 факториал. И так далее. И в принципе, когда икс меньше, чем 1, вот эту формулу, из нее можно взять какую-то, обрезать ее, взять не бесконечную сумму, взять какой-то кусок от нее, и вбить в компьютер. И мы получим значение тангенса. Вот. Что удивительнее всего здесь, это то, что задачи с картами мы видели те же самые числа. 1, 2, 16, 272. Если мы продолжаем разложение для тангенса и число пристановок с картами, в которых они чередуются по возрастанию и убыванию, мы получим одни и те же вот эти вот коэффициенты. Одну и ту же последовательность. 1, 2, 16, 272, там, 7, 936 и так далее. И это такое странное совпадение, которое было обнаружено в 1881 году. Французский математик Дезире Андре обнаружил вот эту закономерность. И я думаю, что в 1881 году никто ну никто не мог подумать, что такие закономерности будут встречаться все чаще и чаще в математике. Казалось бы, это две абсолютно не связанные области с собой комбинаторика и тригонометрия. Но оказалось, что есть действительно фундаментальная взаимосвязь между математическим анализом, то есть областью, которая изучает бесконечные ряды, асимптотики, суммы и комбинаторикой, которая занимается перечислением объектов. Более того, какие-то люди придумали такое смешное доказательство, которое может даже выглядеть неправильно. Они сказали, вот если у нас есть перестановка, то есть набор карт, в которой первая карта меньше, чем вторая, я буду рисовать значение пассии, у нас есть первая позиция, вторая, третья, четвертая, и карты, номер, который присвоен первой карте, я не помню, может быть, это 4, номер, который был присвоен второй карте, я сейчас даже подгляжу, это было 8, 8 больше, чем 4, поэтому мы рисуем точку выше, а потом следующее было 6, было 6, поэтому я нарисую между 4 и 8, 6, и так далее, и у нас получится такая вот траектория, она возрастает и убывает, было 4, 8, 6, потом 7, 5, было 9, 1, 3, 2, 9, 1, 3, 2, и так вот, они говорят, а если мы возьмем самую высокую точку и разделим все, что останется на две части, мы возьмем то, что слева, и скажем, что то, что находится слева, это точно такая же пилообразная, как они называют, перестановка, пилообразная, то есть значит, что она чередует и возрастание, и убывание, и то, что справа, это будет пилообразная перестановка, и люди написали такое уравнение, оно называется символическое уравнение, они говорят, что пилообразная перестановка равна, либо когда она состоит из одного объекта, в случае, когда она может быть перестановкой из одного элемента, плюс ситуация, когда ее можно разбить на две части, если она состоит больше, чем из одного элемента, можно взять максимум и взять пилообразную перестановку слева, пилообразную перестановку справа, и то, что посередине. Такого рода уравнения люди писали тогда впервые, и оно не выглядит как какое-то уравнение, которое люди обычно решают с переменами x и y, потому что здесь используются какие-то довольно странные обозначения, скажем честно. после этого они сказали, что этим операциям, которых нет в курсе математики, можно придать смысл из математического анаплаза. И переписать это как функция tz, ну это как тангенс, или как функция геометрической прогрессии, неизвестная функция, равна z плюс интеграл от 0 до z t в квадрате от x dx. И здесь стало все совсем сложно, потому что тут и интеграл, и какие-то функции. На самом деле то, что я здесь написал, это называется функциональное равнение, и это вообще лежит полностью в области математического анализа. Можно превзаться как дифференциальное равнение. То есть t от t' это производная равно 1 плюс это было t от z в квадрате. Интеграл, как и производная, пришли к нам из физики, и благодарить за это надо Исаака Ньютона, потому что он сказал, что производная это скорость, с которой изменяется физическая величина. Если мы идем по улице и мы преодолели какое-то расстояние, то скорость это та величина, с которой она характеризует то, как быстро меняется это расстояние, то есть изменение расстояния. Мы говорим, что скорость это производная от расстояния. Так же и ускорение это производная от скорости. Ускорение характеризует то, как быстро меняется скорость. Так и здесь производная от этой функции характеризует то, насколько быстро меняется функция Какая функция, спросите вы? Функция это и есть то неизвестное, которое нужно найти Когда нужно найти не число, а целую функцию из переменной Такое равнение называется функциональное уравнение Если его решать методами математического анализа, то решением этого уравнения будет тангенс z И это есть такая слабая нить, которая связывает объект из математического анализа и изначально этот объект из комбинаторики Дело в том, что вот этот символический метод, который описывает комбинаторику Это способ перевести уравнение с языка человека на язык математического анализа То есть когда мы говорим, что мы хотим расставить карты по убыванию, по возрастанию Мы даем словесное описание Нам нужно придумать язык, который позволит перевести это словесное описание на язык уравнений Делаю такой образом для ферменту -КFinка мельчкость А ты относительно 최근 нашего самого анализа? ТРЕВОЖАНИМ 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 Я попробую сейчас подытожить все, что было сказано, потому что все-таки дифференциальное уравнение – это такая довольно узкоспециализированная вещь, и не все знают, что это такое. И я попробую описать философию аналитической амбинаторики, как бы отдалившись от деталей и посмотрев на картину в целом. Я уже говорил, мы перечисляем объекты. Вопрос – зачем? Зачем мы это делаем? Зачем перечислять объекты? Зачем задавать вопросы в духе, сколько существует способов расставить карты на столе, или сколько способов провести отрезки между точками, потому что, как я уже сказал, эти числа настолько огромные, что они не помещаются в память компьютера, и для наших самых впечатлений они абсолютно бесполезны. Даже если компьютеры ускорятся в 10 тысяч раз, и даже если люди научатся запихивать в нанометр все данные, которые им нужны, это все равно слишком много. Это растет настолько быстро и экспоненциально, что мы не смогли поместить эту информацию на компьютер. Тогда зачем мы это делаем? Дело в том, что системы, которые находятся вокруг нас, они состоят из большого количества маленьких частей. То есть такие маленькие кусочки, которые все одновременно между собой взаимодействуют. И это то, что находится вокруг нас. То есть это жизнь, это деревья, трава, животные, растения. И когда мы хотим понять поведение этой системы, то есть реально описать поведение системы, мы можем задать вопросы в духе, какая вероятность того, что что-то произойдет. Если мы будем подкидывать монетку, и каждый раз получается орел или решка. Орел, решка. Орел, решка. Но ясно, что если мы будем подкидывать ее раз за разом, мы не будем получать чередующиеся результаты. Иногда будет так, что выпадет два раза подряд решка. Но так, чтобы выпало сто раз подряд решка, такого тоже, конечно, не будет. Она выпадает орел, решка, орел, решка, решка. может быть орел-орел, решка и так далее. И это один из примеров таких систем. То есть все, что можно, простой пример, представить сложную систему, это последовательность подкидывания монетки. Если я запишу монетку, можно сыровать с поведением каких-то атомов или электронов, но это, как я уже говорил, довольно длинный путь, чтобы пройти до настоящих приложений от простых математических моделей. Поэтому я просто скажу, что я подкинул тысячу раз монетку и выписал все результаты подкидывания на листочек. Орел, решка, орел, решка, решка, решка. И вопрос, который я могу задать, с какой вероятностью, или может ли так оказаться, что, вообще в жизни, может ли так оказаться, что решка не встретилась семь раз подряд? Когда я говорю с какой вероятностью, я имею в виду реальный практический эксперимент. Вот сидит человек и их подкидывает тысячу раз в монетку. И потом ищет в этой всей последовательности, могло ли так оказаться, что решка выпала где-то семь раз. Мы просим разных людей на Земле повторить этот эксперимент. Знаете, что кто бы это ни делал, я гарантирую, что если вы дадите этот эксперимент ста людям, то у них у всех окажется, что решка выпала семь раз подряд в какой-то из моментов. Другими словами, вероятность близка к единице. То есть это звучит довольно странно. Мы берем случайный объект, монетку, и даем ста людям, независимо друг от друга, делать этот эксперимент. И у каждого из них, я гарантирую, будет семь раз подряд решка, если он выполнял процедуру честно. С другой стороны, если я попрошу у них проверить, не встретились решка четырнадцать раз подряд, я гарантирую, что ни у кого решка не встретится четырнадцать раз подряд. То есть вероятность этого события близка к нему. Возможно, если таких экспериментов будет очень-очень много, то у кого-то в какой-то момент случайно может получиться, что один раз она встретилась. Но это скорее исключение, чем правило. И когда мы изучаем вероятности, вероятность через t, то если мы говорим, что какое-то событие происходит с вероятностью близкой к нулю или близкой к единице, то физически, с физической точки зрения, мы просто говорим, что либо в этом случае просто мы гарантируем, что оно не произойдет, либо что мы гарантируем, что оно произойдет. Но вероятность, она напрямую связана с задачами перечисления. Потому что когда мы спрашиваем про вероятность, то она равна отношению числа последовательностей, в которых событие произошло, на число всех последовательностей. Последовательность из орлов и решек. То есть мы смотрим на все возможные комбинации, которые могли бы получить, подкидывая орлы и решки. А в числителе мы смотрим только тех, которые выритворяют этому условию, что 7 раз подряд была орешка. Собственно, что числитель, что знаменатель будут огромными числами, очень большими. Но их отношение – это число между нулем и единицей. То, что мы уже готовы физически ощутить и прочувствовать. Собственно, здесь и есть ответ, зачем перечислять. Главный ответ, и он, собственно, практически один, что вероятность связана с перечислением. И все вопросы, которые мы задавали до этого, когда карты кладутся с чередующимися закономерностями, они сразу приобретают смысл. Вы можете представлять монетки, как нуклеотиды из ДНК. В случае с нуклеотидами из ДНК там 4 типа нуклеотидов, монетки там всего 2 типа нуклеотидов. Закономерность еще сложнее. Так как я уже упомянул очень много разных несвязанных между собой вещей, сейчас настало время их соединить воедино. Аналитическая методика описывает процесс, который состоит из следующих этапов. Сначала идет описание кабинаторной модели словами, например, чередующейся карты или монетки. После того, как мы описали модель, мы составляем то, что называется символическим уравнением. Это новый тип уравнений, которые отражают структуру этой модели, как Т равно 1 плюс Т макс Т. Это символическое уравнение, которое превращается в уравнение из математического анализа. Дальше играет роль математический анализ. И мы изучаем асимптотику, то есть мы часто не можем решить явно это уравнение. В данном примере решение можно было найти явно, но нужен иногда компьютер, чтобы найти приближение этих решений. В общем, все то, что называется асимптотический анализ. Асимптотический анализ это нахождение приближенного решения этого уравнения. После того, как мы нашли решение функционального уравнения, мы пытаемся вспомнить, что мы решали перечитительную задачу. и мы пытаемся вернуться к перечитительной задаче из асимптотического анализа. То есть то, что в конце это из асимптотических решений уравнений мы получаем асимптотическое число перестановок. И возвращаемся к комбинаторной задаче. Для этого тоже используются методы нелинейного анализа, комплексные числа и интегралы, которые выглядят примерно вот так. И это комплексное число, как говорят, число, которое в ртуе это уравнение и квадратный минус один. простой пример комплексного числа. И это как раз одна из таких иллюстраций того, как объект, который люди придумали просто, чтобы как математические игры разума исследовать вот этот новый мир странных чисел, которых нельзя потрогать руками, он приводит к тому, что он используется в более сложных моделях. В заключение скажу, что асимпатический анализ, который сейчас все проходят на первом курсе университета, в простом виде математический анализ может быть в более продвинутых курсах для студентов нелинейный асимпатический анализ. Это все было исследовано в 19 веке. Но если люди думают, что все задачи решены уже в 19 веке или в 20 веке, то это совсем не так. И многие простые объекты, ну, скажем как, простые, есть простой, а есть легкий. симпл и изи. И простые объекты, их простота, она такая фундаментальная, и когда люди начинают ее изучать, то это может быть совсем непросто, совсем нелегко, но простота это свойство самого объекта, а не то, насколько легко человек может его понять. И вот эти игра с простыми фундаментальными объектами, она приводит к каким-то, она приводит к новым приложениям. И вот многие задачи отсюда до сих пор не решены. И весь мой научный процесс состоит из трех этапов, которые переходят друг друга по циклу. Первый этап это игра с простыми объектами, но если мы играем с простыми объектами, что-то узнаем про методы, которые можем изучать модели. Дальше мы ищем какие-то объекты вне нашей науки, в других областях и пытаемся найти связь с другими моделями. то, что мы называем приложением. То есть мы пытаемся найти связь между фундаментальными математическими объектами и задачами, которые изучают в других областях. После того, как мы нашли эту связь, то дальше идет длинный этап формулирования задачи и формулирования той задачи, которую нужно решать математической. Здесь возникает гораздо больший уровень детализации. и задача формулируется в максимальном числе подробностей, в том числе нужно использовать иногда компьютер, чтобы ее изучать, нужно использовать численное моделирование, то есть строить графики уже не ручкой на бумажке, а на компьютере. и в конце можно узнать, что в детализированной версии исходной задачи какие-то феномены мы не до конца понимаем. Если мы встречаем феномен, который мы не до конца понимаем, то это всегда может быть какие-то огромные куски вычислений. Например, я недавно писал черновики, когда пытался взять один патограл, и это безумие какое-то, я потратил на это несколько дней и списал на наши страницы. Вот вот это интеграл, потом какие-то вот еще интегралы, и еще, еще, и узнал в конце что решение оно было таким простым и я как бы должен был его знать сразу. Но часто оказывается так, что когда мы работаем с сложной моделью, нужно ее упростить и найти тот фрагмент, который мы еще не умеем решать. И когда в этой сложной модели мы берем фрагмент, который мы еще не умеем решать, мы снова возвращаемся к первому этапу и играем с простым математическим объектом. Вот и вся история. Когда люди придумывают приложения одних и властей к другим, это не значит, что наша область какая-то самая лучшая или самая красивая только потому, что я изучал Рамана Джан, но это потому, что люди собрались и решили, что они хотят применить эти методы, вот эти красивые математические методы к каким-то другим интересным задачам. И все вот эти закономерности, которые мы изучаем, их тоже придумали люди, живые люди, такие же, как и мы с вами, которые сидели в кабинетах там или где, может быть, Раман Джан сидел в каком-то индийском храме, пока он думал об этом. И мы все творим эту науку, мы все строим это здание. И поэтому то, каким оно окажется в будущем, это зависит только от тех, кто участвует в этом процессе. в этом процессе. Спасибо. Продолжение следует...